Традиционную видеоконференцию с главами администрации районов и городов Михаил Игнатьев на этот раз провел из Батаревского района. Главная тема совещания – пассивные работы. Общая площадь сельскохозяйственных культур в республике составит 580 тысяч гектаров. Те, кто посеял озимые, не прогадали. Гибель озимых зерновых культур по состоянию на 15 апреля составила 2,8 тысячи гектаров. Это значительно ниже показателей прошлых лет. Средний показатель обычно 7% в Чувашской республике. По этому году гибель составила 3,3% всего. Но выполнили план посеву озимых только в шести муниципалитетах. Это Аллатрский, Аликовский и Бресинский, Марпосадский, Парецкий и Яльчихский районы. Остальным придется усерднее работать в ближайшие дни. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 320 тысяч гектаров. В структуре посевных площадей основную долю занимают зерновые, чуть больше половины. Кроме этого, в этом году Аграрий планирует ввести в оборот 22,5 тысяч гектаров необрабатываемых земель. Мы предполагаем, что в этом году у нас все-таки произойдет увеличение пассивной площади на 678 гектаров. По сравнению с прошлым годом, отсюда и увеличение произойдет зерновой и зернововой культур на 200 гектаров и формовой культур на 189 гектаров. Так, по состоянию на сегодняшний день семенами мы обеспечены на 100%, кондиционных семян у нас на 94,4%, топливо у нас изельное на 96%, автомобильным бензином мы обеспечены на 65%. Михаил Игнатьев призвал руководителей хозяйств провести весенние полевые работы в кратчайшие сроки. Семена и горюче-смазочные материалы закуплены. Субсидии на оказание несвязанной поддержки на каждый гектар посевной площади до Аграрии в дошли. Если мы чуть-чуть отстанем, вообще можем своевременно не провести агротехнические мероприятия. Все те хозяйства, которые быстро справятся с мощной энергонасыщенной техникой, просьбы выделять на договорных условиях, оказывать услуги. Приближаются майские праздники до торжественных мероприятий необходимо привести в порядок улицы, городов и деревень, памятные места и сооружения, посвященные Великой Отечественной войне, напомнил Михаил Игнатьев. Особого внимания требуют дороги. Сейчас выполняется ямочный ремонт. Ежедневно выходит 25 бригад и 54 единицы техники. Больше половины запланированного объема работ выполнено. Михаил Игнатьев поручил завершить ямочный ремонт до 1 мая, а к 9 мая нанести разметку и покрасить бордюры. Кроме этого, в ближайшие дни необходимо очистить придорожную полосу от мусора.